Полную, полностью, потому что он мог переиграть весь героический репертуар, потому что у него были данные и для того, чтобы это делать. Но ему больше понравилось, больше хотелось, больше нравилось сниматься в кино. Он ушел в кино и все закончилось. Он снимался на каких-то отдаленных киностудиях. Уже на студии Горького, на Мосфильме у него не было работы. Те работы, которые он сделал из «Оси», вот первая картина его, в которой он снялся, и картины «Освобождение», где он сыграл большую роль, это роли были, которые он играл, работая в театре. После ухода из театра у него все стало гораздо хуже, и он тяжело заболел, у него было несколько травм головы, и это очень повлияло на его состояние здоровья. Потом, в дальнейшем, и трагически погиб. Антонина Шуранова, которая много сыграла ролей в театре, могла продолжать работать в театре, она тоже решила, что нужно ей пойти в кино. Все, у нее закончилось, закончился ее кино. То есть тут, может быть, это случайно, может быть, не случайно, но тем не менее, все-таки театр является некой тренировочной базой для артиста. Артист, работающий в театре, он готов к тому, чтобы сниматься в кино. Но если ты не имеешь тренировки в театре, то уже кино становится немножко тяжелее. Я так считаю, мне так кажется. Ну, про кино я вам еще расскажу, тут у меня есть несколько моих фильмов, которые я могу вам показать, могу их вам продемонстрировать. А вот про театр, дорогие друзья. Расскажите, пожалуйста, о развитии театра после ухода Карагодского. Вот после ухода Зиновича Карагодского к нам пришел в театр замечательный совершенно режиссер. И вот что было уникально в Зиновиче Карагодске, потому что, ну вот так сложились звезды, так сложилось, ну что ли, вот это какое-то небесное движение светило, что к нам после Александра Александровича Брянцева пришел человек, который был увлечен проблемой детства. Человек с педагогическим образованием, у него была параллельная, помимо режиссуры, которой он научился у Бориса Ульфовича Зона, он до этого закончил педагогическую институту. Он был увлечен сказками, он был увлечен классикой, и он был увлечен в то время очень театральной педагогикой. Поэтому вот это все вместе сложилось, и мы от спектакля к спектаклю, мы актерски росли, потому что все репетиции были актерским мастерством. После ухода Зиновича, после того, как его сняли, и как произошла эта мерзейшая история, о ней лучше не вспоминать, это все связано с уходом, это было то время, когда коммунистическая партия СССР потеряла всякую почву под ногами, и она уходила. И вот эти партийные бонзы, которым поперек горла Карагозский иногда вставал, они свели с ним счеты, они просто его подставили, и... Ну, нехорошо это все было. Он не романовщик. М? Романовщик. Романовщик. Это уже не романовщик, это аппаратовщина того времени. Вот. Ну, мерзейшая история, про нее лучше не вспоминать. Но пришел к нам в театр уникальный, тоже молодой человек, ну, достаточно молодой человек. Он пришел в том же возрасте, в который он пришел к нам, Зинович Карагозский. Карагозский пришел в 37 лет, и Андреев Андреевич. Режиссер, воспитанник Марию Юстик-Кнепель, которую обожал Зинович Карагозский, и постоянно ездил к ней на стажировку в Москву. Человек, который отработал в Рижском Тюзе под руководством Адольфа Шапира несколько лет, он пришел к нам. Человек, обожающий сказку, обожающий фантастический спектакль, чтобы это было красиво, чтобы это было заманчиво, загадочно. Уникальный Андреев, который выпустил у нас много спектаклей, которые шли очень подолгу. Один из спектаклей до сих пор я играю. Это спектакль по пьесе Пауэля Мара, живущего здесь, в Германии. Пауэль Мара, его книжка называется «Субастик», а спектакль у нас называется «Неделя полная субу». История наоборот, если, допустим, наоборот по отношению к Карсуну. Если к малышу, к мальчику маленькому, прилетает дядька здоровый, Карсуну, и делает ему жизнь веселой, то здесь наоборот, здесь к человеку, который устал от жизни, который ничего не хочет, которому скучно, к нему приходит мальчишка, некий Субастик, который делает его жизнь в течение недели полную субботу, полную праздник. Андреев поставил много спектаклей. Один из них, спектакль, который мы очень долго играли, и который пользовался большим успехом, «Маленький принц». Сказка, которая, в общем, мало кому удается, потому что эстетически ее трудно воплотить. А этот спектакль у нас, мне кажется, получился. И получился, потому что о нем много говорили, много разных хороших слов. Был спектакль, который был ни на что не похож. Спектакль тоже уникальный. Здесь есть фотография, я сейчас покажу. Спектакль «Ундина» по пьесе Жанна Жераду. Вот спектакль Андреев, посмотрите, я сейчас вам покажу. Кадры, вы поймете, что это очень необычный спектакль был. «Ундина» Мария Лаврова, дочка Кирилл Юрьевича Лаврова, «Рыцарь Ханс» Николай Иванов, справа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!